В эфире события дня в студии Кристины Леонова. Здравствуйте! Как всегда, расскажем вам о ключевых новостях Курской области. У Курян теперь будет собственный почетный знак. Его разработали школьники Артем Севряков и Владимир Михайлов. С талантливыми ребятами пообщалась Анастасия Давыдова. В 2024 году изменился ряд федеральных законов. Об основных поправках в социальной, банковской и налоговой сферах расскажет Михаил Огарков. 11 января на Курск снова обрушился снегопад. О том, как в регионе боролись с последствиями стихии и какая погода нас ждет в ближайшее время, расскажет Надежда Польшикова. В Курске вынесли приговор по делу о приготовлении госизменей и покушении на незаконное пресечение границы. Подробности процесса в сюжете Егора Гражданкина. Третий месяц в Москве на ВДНХ работает грандиозная выставка «Россия». Количество посетителей уже перевалило за 3 миллиона. Главная точка притяжения в эти дни – самый большой 75-й павильон, где свои экспозиции представляют все 89 регионов нашей Родины. 11 января здесь прошла презентация Курской области. Что продемонстрировал Соловьиный край на своих площадках? Чем удивил гостей? Какие важные соглашения подписаны? В столице работали сразу несколько съемочных групп Сейма. Ароматы разнотравья и трели Соловья 11 января слышны по всему большому комплексу ВДНХ. Эта Курская область громко заявляет о себе. Днем нашего региона продолжается работа самой масштабной выставки в новейшей истории страны – выставки «Россия». Гости знакомятся с динамично развивающимся регионом, с уникальными традициями, промыслами, искренними, открытыми и неравнодушными людьми. С момента открытия выставки 4 ноября прошлого года стенд Курской области посетили более миллиона человек. Но сегодня особенный день. Все достижения и богатства, интереснейшие проекты, все, чем богата наша Курская земля представили гостям. Разнотравья знаменитой Стрелецкой степи, голосистые коллективы, спортивные рекорды, интерактивные зоны и, конечно, трели легендарного Курского Соловья. Ради них народная артистка Надежда Бабкина сбегала с лекций и специально ездила в Курск. Первая была приманка – послушать соловью. Сначала думали, что соловьи – это придуманная история, это как бы неправда. Птички певчие есть везде, все. И мы, в общем-то, мотались, даже забрасывали лекции. Приезжали, слушали в кусты, прятались. И где-то на рассвете начинался этот гомон соловьиной, потом трели, потом эти звуки чарующие. Это было невероятно красиво. Я запомнил это на всю жизнь. Я стою и балдею. И, честно говоря, даже теряюсь. Думаю, то ли мне слушать стоять, то ли разговоры вести. Деловая часть мероприятия. Выставка «Россия» – это прекрасная площадка для проведения переговоров и заключения соглашений с партнерами. Губернатор Роман Старовойт закрепил сотрудничество с Гомельским исполнительным комитетом, компаниями «Луччи» и «Металлоинвест», всероссийскими федерациями «Самбо» и «Волейбола». Результатом станет развитие производства, торговли и спорта в регионе. Министр природных ресурсов Курской области Константин Поляков и Атомэнергосбыт подписали соглашение о сотрудничестве в сфере защиты природы и охраны окружающей среды. Корпорация развития Курской области теперь будет тесно взаимодействовать с Российско-Китайской гильдией коммерции и Ассоциацией экспортеров и импортеров. Я всегда говорю, что этот стенд, наш стенд, это не просто экспозиция, это наша площадка с осени до апреля, вот этого 24-го года, который начался. Здесь у нас проходят переговоры, мы здесь подписываем соглашения, здесь проходят встречи федеральных министров с нашими министрами и департаментами, здесь проходят переговоры наших предприятий и предприятий других регионов. На выставку «Россия» приехали участники СВО и добровольной народной дружины «Патриот», люди, которые обеспечивают безопасность Курской области и выполняют важную миссию по защите государства на передовой. С июня прошлого года у нас работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества». Он оказывает персональное социальное сопровождение ветеранам СВО и семьям воинов, погибших в специальной военной операции. Заместитель председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Валикжанин поблагодарил Романа Старовойта за всестороннюю ежедневную помощь и личную увлеченность в его работу. У меня сейчас большая семья неравнодушных людей, которые окружают заботой и вниманием участников специальной военной операции. Я в этот день вручаю вам по поручению Анны Евгеньевны нагрудный знак «Защитники Отечества», который будет символизировать то, что вы тоже являетесь членом нашей большой команды. Это один из первых нагрудных знаков в нашей стране. Я, конечно, желаю мира, добра, мужества, силы, победы и, конечно, процветания Курской области и всей нашей любимой России. Спасибо. Промышленный потенциал – лучшая продукция, которая пользуется спросом у курян и гостей региона. Все это представлено на выставке. Передовые проекты в медицинской и социальной сферах. Один из них – курское долголетие – вошел в число лучших в стране. Ну и куда же без спорта. На выставке «Россия» Курская область широко представила свои спортивные достижения в павильоне Минспорта. Олимпийские чемпионы – наши земляки прямо сейчас общаются с посетителями выставки. А прямо напротив курянин Иван Шурупов пытается установить мировой рекорд по стоянию на гвоздях с утяжелением. Это значит, что на нем сейчас надет жилет 10-килограммовый, а зазор между гвоздями составляет 12 миллиметров. Продержаться в таком состоянии он намерен 6 часов. День Курской области в павильонах ВДНХ отмечается масштабно, ярко и весело. Для гостей подготовили насыщенную культурную программу. Ведь, как известно, курская земля славится своими талантами. Однако на сцене не только песни и танцы. Один из сюрпризов – торжественная церемония бракосочетания в курских традициях прямо в сердце ВДНХ. Презентация региона – это всего один день. Но вся экспозиция будет работать на ВДНХ до 12 апреля. Желающие еще успеют познакомиться с богатой и многоликой Россией. У жителей нашего региона теперь будет собственный почетный знак и диплом. Эскизы разработали воспитанники областного центра развития творчества детей и юношества – Артем Севряков и Владимир Михайлов. Чем вдохновлялись ребята и кому будут вручать эти награды, расскажет Анастасия Давыдова. Придумал дизайн нагрудного знака ученик детского технопарка «Кванториум» Артем Севряков. Говорит, старался внести смысл в каждую деталь. Например, символы атома, компьютера, медали и кисточки с палитрой символизируют достижения в различных сферах. Видно, что это не в минимализме, то есть я не стал выясовывать что-то сильно объемное или конкретно образ какого-то человека. Я решил уйти как бы в минимализм, поэтому изобразил человека достаточно так, простенько, но видно, что он как бы тянется к звездам, к новым достижениям, к новым открытиям. Вот, ну, возможно, это еще, не знаю, лицетворяет его многозадачность, что он перекручивается и пытается сразу во всем преуспеть. Если Артем отвечал за идею, за реализацией стоит его товарищ Вова Михайлов. Ребята говорят, работали дружно в течение двух недель и прислушивались к мнению друг друга. Но не обошлось без трудностей. Например, рамка золотого значка потребовала много концентрации. Она очень долго делалась, потому что все эти грани подбирались, сколько их, под каким углом. Все, Артем это отсматривал и говорил, так или не так. Такая награда полагается за успешную деятельность в науке, искусстве, спорте и социальную активность учащимся 11 классов и студентам среднеспециальных учебных заведений. Кстати, на конкурс от Кванториума подавали еще несколько вариантов, но победила все-таки работа Вова и Артема. Анастасия Давыдова, Максим Леонов. События дня. С 1 января в России вступил в силу ряд новых законов. Многие из них касаются увеличения пособий и пенсий. В следующем сюжете расскажем о декларационной кампании, упрощенных социальных вычетах и о том, как взять кредит и не увязнуть в долгах. С 1 января этого года в налоговом законодательстве изменился порядок получения социальных вычетов. Теперь расходы за обучение, лечение и занятие спортом можно вернуть, не собирая пакет документов. Если вы с 1 января 2024 года пользовались какими-либо услугами, то для того, чтобы получить налоговый вычет в следующем налоговом периоде, вам нет необходимости собирать налоговые документы. Достаточно будет одной справки об оплате услуг либо взноса. Данная справка выдается теми учреждениями, организациями или индивидуальными предпринимателями, где вы получали услугу. Налоговая служба напоминает, с 1 января в регионе стартовала декларационная кампания. До 2 мая необходимо предоставить справку о доходах, полученных в минувшем году. Какие это доходы? Доходы от продажи имущества, доходы от продажи транспортных средств, доходы от сдачи имущества в аренду, доходы от получения подарков не от близких родственников. Декларированию подлежат доходы индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатских адвокатов. Если сроки будут нарушены, налогоплательщика могут привлечь к ответственности. С нового года в регионе вырос прожиточный минимум. Вслед за ним увеличились и размеры детских пособий. До 13 749 рублей. Исходя из этой суммы, уже будут рассчитываться единые пособия и другие пособия, которые рассчитываются из суммы прожиточного минимума. Мамам подавать заявление о пересчете единого пособия, если оно назначено до 1 января, не нужно. Социальный фонд сделает самостоятельно. Мы пересчитаем, исходя из нового размера, единое пособие. Сумма маткапитала выросла на 7,5%. И теперь на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей. На второго – 834 тысячи. Пенсии в регионе тоже подросли. Была проиндексирована страховая пенсия для неработающих пенсионеров на 7,5%. Это высокий процент выше инфляции, который установлен в законе о федеральном бюджете на 2024 год. Пенсии индексируются таким способом, что увеличивается фиксированная часть пенсии. В среднем выплаты по страховой пенсии увеличатся на 1500 рублей. Нововведения коснулись и банковской сферы. Теперь при рефинансировании старых кредитов и оформлении новых потенциальный заемщик будет получать специальное уведомление. Если на поглощение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами. Такое уведомление заемщику выдадут перед заключением договора кредита или займа. В нем нужно будет поставить подпись. Если документы в электронном виде, то необходимо поставить соответствующую галочку. Такое уведомление поможет потенциальному заемщику еще раз обратить внимание на высокие риски. И возможно воздержаться от таращивания долгов. Но даже если долговая нагрузка выше 50%, кредите не откажут. В первую очередь информация о величине этого показателя поможет клиентам принять взвешенное решение. В идеале на выплаты по кредитам и займам должно уходить не более 30% дохода. Когда эта доля превышает 50%, велика вероятность даже при малейших финансовых проблемах сорвать график погашения и оказаться в долговой яме. Также в 2024 году Банк России продолжит борьбу с финансовыми пирамидами и нелегальной деятельностью. Счета таких компаний будут блокировать. Михаил Агарков, Алексей Еременко, Сергей Малеев. События дня. 11 января на Курск снова обрушился снегопад. С его последствиями боролись 60 единиц уборочной техники и десятки рабочих. Особое внимание остановкам общественного транспорта, подходам к пешеходным переходам. Узнали у синоптиков, какая погода ждет нас в ближайшие дни. Сильный снегопад в областном центре начался еще ночью. Ликвидировать последствия вышли более 600 дворников, 60 единиц техники и дорожные рабочие. Улица Ленина до центрального, до сельного рынка маршрут. С половиной восьмого и пока нас не сменят ночная смена. Они в восемь вечера заступают. В первую очередь специалисты обрабатывают противогололедной смесью проезжую часть по маршрутам общественного транспорта. Особое внимание уделяется уборке остановок общественного транспорта, посадочных площадок, подходам к пешеходным переходам. Также в зимний период выполнена работа по вывозу более 14 тысяч метров кубических снега по следующим улицам. Ленина, Марата, Красная площадь, Сонина, Урицкого, Союзная, Станционная, Привокзальная площадь и другие. Тем не менее, непростые погодные условия и плохая видимость по традиции спровоцировали неприятности на дорогах. Утром ДТП фиксировались на улицах Дзержинского, Заводской, Нижнелуговой и Радищева. Прогноз у синоптиков снова снежный. Вечером мы ожидаем прохождение атмосферного фронта через территорию Курской области. И поэтому характер погоды начнет довольно интенсивно меняться. Относительно теплая погода сменится резким похолоданием. Само прохождение фронта будет сопровождаться усилением ветра, осадками, местами, может быть, там метель. Снегопад с порывами ветра до 18 метров в секунду ожидается в течение суток. Спасатели напоминают гостям и жителям региона о безопасности и просят быть осторожнее. Находясь на улице в целях безопасности, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, высокими деревьями, рекламными щитами и слабо укрепленными широкоформатными конструкциями. Водителям региона рекомендуем соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. Выходные жителям Соловьиного края обещают быть больше морозными, чем снежными. Ночью до минус 25, днем до минус 15. Надежда Польшева, Сергей Дорохов, События дня. В Курске рассмотрели уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Железногорска. Молодой человек хотел вступить в военизированное объединение ВСУ и дважды пытался пересечь границу с Украиной. Почему парень решился перейти на сторону врага и каков вердикт суда? Ответы в сюжете Егора Горожанкина. Не был достаточно осведомлен, а образумить некому. Так комментирует свои действия 21-летний житель Железногорска. Парня обвиняют в подготовке госизмены, а также попытках незаконного пресечения границы. Говорит, с правильного пути сбился после просмотра материалов иностранных агентов. Смотрел оппозиционные СМИ и прочие. Оппозиционные СМИ, такие как «Настоящее время» и остальные им подобные. Варламов и прочие им подобные. Максим Кац, редакция «Пивоваров» и подобные. Ввели в заблуждение, а дальше произошло то, что произошло. Железногорца задержали сотрудники пограничной службы. При себе у подозреваемого был рюкзак с едой и документы. По версии следствия, молодой человек после объявления о проведении специальной военной операции решил выехать на Украину для участия в военных и иных действиях на стороне противостоящих России сил. Он стал изучать украинский язык и посредством сети интернет направил данные для вступления в украинское военизированное объединение. После этого, согласно обвинительному заключению, он дважды выезжал в приграничные районы Курской области, желая пересечь границу. В зале суда молодой человек раскаялся и признал свою вину. За совершенные преступления его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда пока еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Егор Горожанкин, Алексей Еременко. События дня. Сменить место жительства ради профессионального долга. В Курской области стартовал прием заявок для участия в программе «Земский учитель». Победитель отправится преподавать в сельские школы региона. Программа «Земский учитель», инициированная президентом Владимиром Путиным, реализуется в нашем регионе уже три года. За это время более 20 педагогов отправились в районы. Все для того, чтобы ученики даже небольших сельских школ получили хорошее образование. Хотя и для самих учителей это интересная возможность. Они на самом деле с теплом называются и благодарностью об этой программе, потому что некоторые учителя возвращаются в свои школы, которые, например, строили в военное время еще дедушки и бабушки. Отбираются заявки самых компетентных кандидатов. При условии, что участники отработают в сельской местности пять лет, они получат единовременную выплату в один миллион рублей. В этом году вновь открыт прием заявок на четыре новые вакансии. В этом году эти вакансии у нас определены в Золотухинском районе, в Горшачинском районе, в Советском районе и в Медвенском районе. Это учителя английского языка и учителя математики, потому что в них у нас наибольшая потребность. Кандидат должен иметь профильное образование и быть моложе 55 лет. Заявки на участие в программе можно подать до 15 апреля. В Курской области проходит пожарный марафон. Мероприятие приурочили к 375-й годовщине службы в России. Цель – познакомить с профессией молодежь. Поэтому в рамках эстафеты курские спасатели проведут экскурсии для школьников и студентов. Для торжественного мероприятия передачи раритетного ствола приступить! Пожарный марафон стартовал 4 января. Он символизирует единство и братство службы. Спасатели региона передают друг другу раритетный ствол. 10 января атрибут эстафеты приняли в Октябрьском районе. В нашем территориальном гарнизоне проводим такой марафон. Передача ретро-пожарного ствола. Проедет он по всему территориальному гарнизону курскому. Проедет все пожарные части на территории Курской области. Каждое путешествие ретро-ствола сопровождается торжественными мероприятиями, конкурсами и экскурсиями для школьников и студентов, которые познакомят молодых людей с рабочими буднями пожарных и спасателей. Это мероприятие приурочено 375-й годовщиной образования пожарной охраны России. И мы своей целью ставим, конечно же, популяризацию профессии пожарного в целом, но и, конечно же, в большей части придание решению вопросов обеспечения пожарной безопасности на территории нашего региона. Завершится марафон 27 апреля в канун Дня пожарной охраны на мемориальном комплексе «Курская дуга». А на этом у нас все. Больше новостей на сайте seiminfo.ru и в социальных сетях. Оставайтесь с нами в эфире и за его пределами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова